Это Бивак, то место, где мы живем две недели. Речка Лезна, охотная баня, умывальники. Поисковый отряд «Снежный десант» Казанского федерального университета вместе с коллегами из других регионов в этом году высадился в Тоснинском районе Ленинградской области. Здесь, в лесах, в годы Великой Отечественной войны держала оборону 54-я армия. Ночью температура опускается до нуля градусов. Временами бьют дожди. Буквально пару дней назад у нас шел град со снегом. Ну, как вам сказать, вот такие условия. Не знаю, сколько они суровые. Хорошо, что не под пулями, не под минометным обстрелом. У бойцов, которые здесь воевали, условия были намного тяжелее. Поисковики выходят из лагеря в 9 утра и возвращаются к 7 вечера. В этом году уже обнаружили останки более полусотни бойцов. Также нашли личные вещи и медальоны. По ним предстоит установить имена погибших и захоронить их с воинскими почестями. Прежде всего, это восстановление справедливости по отношению к тем, кто воевал на этой земле, воевал за наше будущее, отдавал свои жизни. Несправедливо то, что они просто лежат без листи пропорции в лесах, в болотах. Родственники о них ничего не знают. Мы пытаемся эту справедливость не остановить. В Новгородской области, в районе деревни Мясной Бор, откуда на помощь блокадному Ленинграду шла вторая ударная армия, сейчас в экспедиции поисковики Кукморского аграрного колледжа. Работать им приходится тоже в тяжелых условиях. Леса труднопроходимые и кругом болото. Отряд из 17 человек на прошлой неделе нашел останки нескольких бойцов и их документы. Это, чтобы мы не забывали свою историю. Мы уважали своих деревьев и чтобы мы их должны найти. Даже Суворов сказал, что война заканчивается тогда, когда находят последнего бойца. А здесь еще бойцов лежат тысячами. Из экспедиции поисковики планируют вернуться после майских праздников. Чтобы установить имена погибших солдат, находки передадут экспертам. Нежелательно вскрывать полевых условий, потому что мы можем попорчить медальон. И самый лучший вариант отдать на специальную лабораторию, если институт солдатский медальон в Москве. У нас в Казани тоже есть, работают следственные органы, но они читают его полностью. Благодаря масштабной поисковой и исследовательской работе с привлечением разных источников удалось установить более точные цифры безвозвратных потерь солдат из Татарстана. Если два года назад погибшими и без вести пропавшими считались 350 тысяч человек, то в начале 2022 года это число увеличилось. На сегодняшний день цифра безвозвратных потерь 378 тысяч человек. Официальные данные, но поскольку поисковая работа продолжается, возможно, будет со временем уточнение. В нашей республике сейчас 62 поисковых отряда. Наши активисты в канун Дня Победы вернули из небытия как минимум 100 солдат. После экспедиции предстоит найти и их потомков, чтобы передать найденные вещи, которые станут семейной реликвией. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, Адель Мин Дубаев, Игорь Романов, ТНВ, Казань.